Культура доноса В ней существенную роль играет спонтанность и искренность такого рода действий Вот внутреннее такое народ требует, народ хочет Ну видите, в чем, так сказать, искренность Это вы, конечно, хитро сказали Это искренность, конечно, в предельной лжи В таком демонстративном, сознающем себя вранье Но наслаждение, которое доносчик получает во время доноса Оно подлинное, настоящее, рабское, гнусное Таких насладителей, наслаждателей я знаю довольно много И они искренне в этот момент Искренне не тогда, когда они просягают государство Это вот по-достоевскому Позвольте подлость сделать, высокое наслаждение Они испытывают восторг, когда поклоняются силе Испытывают оргазм настоящий, когда они этой силе отдаются Когда они просто подставляют ей дыры Это совершенно понятно Насколько это распространенное явление? Думаю, что не очень Могу сказать, понимаете, желателей, любителей Писать доносительские вот эти статьи Или писать заявление в органы Или подглядывать за тем, что в айфоне у соседа Таких людей не очень много Это люди, которые сомневаются в своем праве на существование В своем праве быть И в качестве легитимации своего существования Они рассматривают донос Вот я донесу и возьмут кого-то, а не меня Донос – это всегда попытка, ну, требование Взять кого-то вместо себя Не меня, а его Помните, как у Ореллы, да? Возьмите ее, не трогайте меня Вот донос – это всегда показатель внутренней слабости Внутренней готовности к тому, что донесут на тебя Много ли таких людей в России? Много, но не слишком Я бы это определил как процентов 10 А в чем восторг дядьки, которые жалуются на скамейку в Есентуках? Или пацана, который на диктофон записывает своего учителя общества знания в Курской области? Но ведь это же и не как перевод стрелок не рассмотришь И особого восторга, собственно, здесь не испытать Нет, это, конечно, перевод стрелок, потому что этот пенсионер, он явно жил в страхе И этот страх с ним навсегда Если я сейчас донесу на эту скамейку, может быть, меня не возьмут, а возьмут соседа Это явно страх сидящего у меня Что касается школьника, который доносит на учителя, это немножечко особая статья Это, как правило, акт мести Понимаете, школьник, который, в принципе, ненавидит учителей Это его шанс им подгадить Я понимаю, что такое донос Я по себе хорошо чувствую, что желание донести Ну, там вот иногда я читаю комментарии в Фейсбуке У меня есть иногда желание написать Сукербергу Или кому-то еще Ну, как-то ограничить деятельность подонков Но ненависть к доносу во мне сильнее, чем жажда справедливости Вот скажем так И у большинства россиян тоже Культура доносительства в России Хотя культура доносительства это уже ксюмарон Ну, скажем так, школа доносительства Традиция доносительства В России не приживается Может быть, потому, что блатной менталитет Блатное сознание в России сильнее, чем доносительское В этом тоже нет ничего хорошего Но клин клином вышибал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому